1-200 Если слова «кулачковая коробка», «главная пара» и «кованная поршневая» для вас «тёмный лес», значит компания Sega в очередной раз угадала с аркадными гонками. В Sega Rally Revo не придётся часами заниматься глубокими и точными настройками двигателей и подвески под каждую отдельную трассу. Всего несколько нажатий на Enter, и мы уже на линии старта. Всё настолько просто, насколько вообще возможно в аркадном жанре. Главная фишка игры — это азарт. Быть первым. Обогнать всех участников гонки. Стать лидером. Здесь забываешь о том, как надо проходить повороты, на какой скорости, как работать тормозом. Вообще, тормоз в Sega Rally явно лишняя деталь. Для красоты. Отпускать газ приходится крайне редко. Напомним, что серия Sega Rally всегда была ориентирована на игровые автоматы. Основной задачей разработчиков являлось только одно — заставить человека максимально возможное количество раз увидеть мигающую надпись Insert Coin. С тех пор игровой процесс изменился не сильно. Главное отличие заключается в том, что Sega Rally Revo в своей PC по Стаси попросит монету всего один раз. Да и то на кассе магазина видеоигр. Остальное время уйдёт только на получение удовольствия от гонки. Игра, кстати, довольно требовательна к железу. И не имея мощного аппарата, особо красивой картинки увидеть не получится. Успокаивает только серьёзные возможности настройки графики и звука, что позволяет запустить игру без явных тормозов даже на откровенно слабой машине. Говорить о реалистичной физике в игре было бы глупо, хотя некоторые элементы здесь выполнены с явной претензией. Например, интерактивное дорожное покрытие. Грунт не только красиво приобретает формы колеи, но и влияет на поведение автомобиля на дороге. Причём с каждым кругом драйверу становится всё сложнее и приходится заниматься активной рулёжкой, чтобы не потерять секунды в заведомо засадном месте. Трассы, проложенные в Арктике, интересны по-своему. На снегу тоже появляется колея, но при прохождении этого места несколько раз можно с лёгкостью докопаться до льда, на котором техника вождения уже совсем иная. Гараж состоит из вполне обычного набора машин для ралли, правда делятся они на три группы. Это автомобили, которые принимают участие в современных гонках Subaru Impreza, Citroёn Xara, Peugeot 206, Ford Focus. Популярные модели для тюнинга, такие как Volkswagen Golf и Peugeot 207, а также группа классических раллийных автомобилей, некоторые из которых уже давно ушли на покой. Здесь можно покататься на Audi Quattro A2, на лянче и Stratos 1976 года и других представителях легендарного прошлого. По мере прохождения игры будут открываться другие интересные экземпляры с табунами под капотами, новые виды фирменных покрасок и, конечно же, трассы. Как автомобилей, так и трасс в игре вполне достаточно. Игра затягивает очень сильно. Оторваться от гонки бывает непросто, а вот как скоро она надоест, зависит только от ваших личных предпочтений. Субтитры создавал DimaTorzok